Если б ты знала Знаете, эти слова как нельзя лучше подходят для этого автомобиля. Ведь любовь к небу не зависит от национальности и идеологии. Само название говорит о корнях данной машины. Мессершмитт КР. Это вынужденные детищи фирмы, производящие боевые самолеты для нацистской Германии. После поражения во Второй мировой войне, Германии запретили производить самолеты. И дабы выжить, была сконструирована данная мотоколяска. Но идея принадлежит конструктору Фрицу Фенту. Он построил свою мотоколяску для ветеранов. А уже после Второй мировой войны, в трудные годы, предложил свое изобретение мессершмитту. И тут такое началось. Сначала строили КР-175. Затем вот такие КР-200. КР это кабина-роллер. Они пользовались фантастическим спросом. И тут было несколько аспектов. Небольшая цена 2400 дойч марок. Экспорт в другие страны. Например, Англия, где мессершмитт, из-за отсутствия колеса и маленького мотора, пользовался налоговыми льготами. Да и расход всего 3,2 литра на сотню. Но самое главное, это потрясающая управляемость и устойчивость. И как бы это смешно не казалось, комфорт. Мне при моем росте сидеть удобно. Штурвал лежит в руках, как влитой, а реакция на него очень резкая. На таком веретене только за врагами на парковке гоняться. Скорости переключаются понятно. Тут есть задняя скорость, но прежде чем ее включить, покажу машинку. Итак, не буду называть это крышей, это фонарь. Мест тут два. Тандем. Тоже слово авиационное. Мотор в корме. Полноценный капот с запаской. Под ним скрывается мотор Фихтель Энсач. Одноцилиндровый, двухтактный, рабочим объемом 191 кубический сантиметр. Мощность немногим меньше 10 лошадок. Воздушного охлаждения. Изначально тут ставили двигатели от авиационного пускача. Кузов, собирающийся из стальных элементов, достаточно жесток. К нему крепится передняя независимая подвеска с амортизаторами и задняя моторная часть. Тормоза механические. Посадка в кабину целое искусство. Сначала поднимаете кресло. Садитесь. Так, что тут имеем? Багажник. Всякие кармашки. Ручка КПП справа. Приборов минимум. А вот теперь о задней передаче. Утапливаем ключ, заводим двигатель. И он начинает крутиться в другую сторону. Соответственно, для движения назад мы имеем 4 передачи. Но кабина-роллер настолько дружелюбен, что хочется ехать вперед и не останавливаться. Подвеска очень мягко отрабатывает неровности. А грамотная развесовка, ведь передняя ось у водителя где-то под коленями, позволяет маневрировать без страха перевернуться. Мощности двигателя хватает, чтобы разогнать мотоколяску со снаряженным весом в 230 кг на 8-дюймовых колесах до 90 км. Начав производство в 1956 и закончив в 1964 году, было построено 40 тысяч машинок. Достаточно сказать, что такое чудо было у короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, любителя огромных кадиллаков. Сегодня в Европе бережно хранят оставшиеся машинки. И в России есть. В коллекции мини-автомобилей «Кабышмашки». Экономика очень часто обрубает крылья песни. Мистер Шмидт начал выпускать самолеты. И проект «Кабина роллеров» сошел на нет. Как было бы, если бы мистер Шмидт продолжил выпускать свои автомобили? Сказать сложно. История не знает сослагательных наклонений. Зато мы можем заглянуть в прошлое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин